Как и все торговые инструменты, нефть испытала давление в ходе возросшей волны оптимизма в отношении перспектив американского рынка труда. После позитивного отчета относительно количества впервые поданных заявок на пособие по безработице, сегодня нефтяные котировки консолидируются в ожидании официальных данных с рынка труда США. Долгожданную публикацию одного из наиважнейших макроэкономических показателей котировка североморской нефти марки Brent встречала у отметки 65,5 доллара США за баррель. Стоит отметить, что цена на нефть не отреагировала на данные из Поднебесной, где Генеральная таможенная администрация вновь предоставила отчет со слабыми данными. За прошлый месяц сальдо торгового баланса Китая скорректировалась и поднялась с 3 млрд к 34 млрд американских долларов. Однако, порав дать прогноз, большинство аналитиков внешней торговли КНР все-таки не удалось. Эксперты ждали подъем к 39,5 млрд долларов. Впрочем, на слабые данные из Китая не отреагировал и австралийский доллар. Котировка AUD и USD осталась торговаться в диапазоне от 0,7880 до 0,7920. Давление на ОЗИ должно было оказать и содержание отчета Резервного банка Австралии. В минутках протокола последнего заседания говорится об ожидании Центробанка как замедления экономического роста, так и темпа потребительской инфляции. Все говорит о том, что участники рынка сосредоточены исключительно на данных о занятости в США. Будьте в курсе новостей вместе с компанией Инстафорекс и приятных вам выходных!